друзья всем привет у вас доброе утро а у нас добрый вечер мы пошли гулять собачками район все тот же мы здесь живем рядом тихонько вот хотим вас познакомить с ночным ейском и у нас очень такая приятная ну как бы новость да нам один подписчик прислал донат и с просьбой показать жк молодежные французскую садьбу вот кто читал комментарии видели эту просьбу у нас ветрено и вот сейчас мы подойдем поближе что хотим сказать у нас друзья на кубани похолодание такое похолодание для ледниковый период для меня так это жесть вообще нет на самом деле это наверное из-за того что ветер холодный вот и достаточно прохладно так вот плюс 10 градусов вот мы уже задумываяся об отоплении и поэтому привыкли к теплу мы уже южные нам хочет тепла нам хочется чтобы было жарко так сейчас пойдем на ту сторону и почему-то не по пешеходному переходу прошли все пешеходные переходы то сейчас транспорт не дамажика молодежь ну да трех этажные вот сейчас транспорта мало практически вообще нет я удивляюсь что автобус то идет так тут достаточно темно мы пошли гулять волос говорит давай поснимаем что-нибудь я говорю что я говорю будет ничего не видно но очень интересно у нас ночных съемок наверное раз-два и обчелся да валыть вот жека молодежной ночью жека молодежной ночью нет просто когда мы снимали днем он утопает в цветах очень 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 красиво ухоженно ветер конечно вообще ледяное стараюсь говорить прям микрофон чтобы нас было слышно у нас есть микрофоны нам подписчик тоже прошлом году дарил даже два комплекта один проводной мы да а второй беспроводной вот огромное спасибо за за ну за такой хороший подарок но да у нас никак не дойдут руки у нас ну как я уже говорила такой был насыщенный график вот работы поэтому не воспользовались да ну да да я это да волос говорит что очень хорошее освещение здесь вот почему делаем на этом акцент мы когда снимали первую квартиру нас была на улице красной то первое что меня удивило после держинска после переезда то что не освещаются дома нет вообще освещение в дворах и нет освещение над подъездами я была просто шокирована вообще а потом мне сказали что в ельске это нормально вот и я была шокирована дважды давай мимо этого пройдемся вот у меня тоже делать причем на квартиру так нависает причем знаешь как мы когда с летом с ксюши снимали я говорит наверно вообще ну какой-то муляж такое ощущение как будто да она туда уходит то есть в глубь а вот с этой стороны смотреть так очень как будто это плоская на самом деле какая-то конструкция вот оказывается нет это квартира вот вот такой у нас ночной ельск лавочки да жители с такой любовью трепетом ухаживают всегда вот даже ночью видно как здесь красиво еще раз повторюсь это все руками на самих жителей вот эта красота вся создана да красиво спокойно уютно ухожено еще друзья такая информация есть считается одним из самых безопасных городов конкретно в краснодарском крае для жизни то есть здесь уровень преступности настолько низкого процента был нулевой пока мы не приехали это вы знаете как это ну как-то вот ездили смотрели жилье и спрашиваем там как соседи какие соседи а это владелец квартиры говорит ой соседи все очень хорошие я говорю маргиналов нету она говорит вы что нет а Володя как всегда с вами в репертуаре он говорит теперь и будут она бедная она в лице поменялась Володя любит шокировать людей слушай-ка вот таких конструкций всего две да на дом вот такой-то ну верхних да да а вот на том доме нету такого ну да это особенность этого дома только ну да разные разные планировки разные планировки да интересно очень вот друзья такой шикарный жека мы тут прям неподалеку живем от этого жека и очень часто вот и собачками без ходим гулять а кстати да жилой комплекс молодежный да 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 здесь вот табличка попробую залезть надеюсь не залезу в какая-то в какашки собачьи какие-нибудь днем видно вот да жека молодежные да Володя правильно говорит подсветку это сделали бы не догадались они это же своего рода реклама ой я по таким вот дебрям брожу друзья как вам ночные съемки напишите на только нас вообще не видно мы да мы зашли с тыльной стороны здесь тоже интересно такая планировка ведь какие выступы да как башни напротив уже идет ряд танхаусов так мы хотим где-нибудь остановиться где нет ветра володя хочет ну да наверное я говорю давай за дом где-нибудь встанем Володя хочет что-то рассказать где парковка а ничего не видно темень такая собаки не дают возможность и рассказать и посоветоваться может местные знают у нас знаете какая проблема недавно выскочил у нас от вся техника xiaomi телефона у нас к xiaomi и телевизоры дома один из телевизоров smart xiaomi и у нас вот вайфай роутер стоит по центру квартиры дома по центру дома дом достаточно большой я его установил вайфай роутер по центру дома и на одном телевизоре который в дальней спальне стал пропадать вайфай телевизор перестал держать вайфай я сначала подумал что с роутером проблема но проверил вроде все нормально потом я роутер перенес поближе ростелеком интернет что немаловажно потом я роутер перенес поближе к спальне но проблема не ушла то есть уровень вайфая увеличился индикаторе вайфай он все равно стал терять и потом я случайно в интернете наткнулся что оказывается в россии в технике xiaomi пошел массовый сбой и прямо вот именно по вайфаю что техника xiaomi стала терять вайфай я прям видел ролики как роботы-пылесосы роботы-пылесосы начинают терять вайфай и теряться по квартире я вот хотел спросить в ейских сталкивался кто-то такой с проблемой мы пока не можем понять вроде бы стабилизировалась причем что удивительно у нас в обоих телефоны xiaomi телефоны не теряли вайфай а вот именно телевизор определенный прям стабильно стал вылетать и все сейчас вроде стабилизировалась я вот хотел спросить это сбой по россии был такой сбой ростелекома или может быть есть и какой-то такой если сталкивались отпишитесь пожалуйста проблема как бы не решена я надо смотреть что делать вайфай роутер помощнее брать ну вроде хорошие у меня двух диапазонами в общем отпишитесь пожалуйста кто-нибудь сталкивался с такой проблемой что техника xiaomi начинает терять вайфай собаки хорошо без вайфая они уже хотят домой они нагуляли это лада а это вот босс мурвой свой сует босик да ой какой-то красивый да это мама и сын очень забавные такие живые и эмоциональные но с ними очень здорово вообще когда общаешься животными не знаю как тут вообще от проблем от всего отвлекаешься и хорошо становится на душе и настроение поднимается да ладно смотрит камеру а этот крутится вертится вообще ребята один из плюсов есть это спокойствие и тишина вот смотрите я сейчас замолчу сейчас вот не сколько часов 8 8 до 8 вечера вот смотрите я замолчу собачки где-то переговорятся где-то далеко-далеко в частном секторе но не голосов людей не людей видите не звуков машин вообще ничего здесь настолько мы настолько привыкли к тишине немножко конечно громко становится когда приезжают наши доблестные отдыхающие становится очень громко музыка машинах на всю катушку и она музыка а так это просто балдеж это смотри в подъезде огнетушитель стоит на окне ну да видно все равно да это прям подъезде на каждом этаже наверно дать там не видно наверху стоит огнетушитель да у нас очень тихо очень спокойно нет каких-то не знаю там пьяниц во дворах там орущих до пьющих не было вот нет каких-то не знаю личности нет как во всем любом городе пару бомжиков я видел и алкашню тоже видела вот но может быть конкретно в таком районе живем где нет мы не бомжики мы не бомжики вот вот такой вот частично вот такая красота у нас вот еще для подписчика специально показываем этот дом который просили снять мы еще снимем да мы несколько далеко живем да мы вам этот дом наснимаем друзья кстати правильно подписчик написал это идея тому кому охота посадить какие-то памятные для вас места нет определенные да да дом например или конкретно где-то например или вас есть например где-то квартиру же вейске но вы еще не переехали туда вот пожалуйста обращайтесь вот можем вам помочь организовать да вот пройдемся на художественного фильма будет зависеть от вложенных него денег да мы раньше писали нам писали а не могли бы вы пройти по улице такой-то вот мы там отдыхали вот там любой каприд за ваши деньги так сказать мы не не меркантильные но это труд то это время да у нас очень мало времени поэтому вот так тут машина мне кажется напряглась наверно это надо выключить камеру так друзья собачкам пора домой спать мы нагулялись очень хорошо прогулялись вообще вечерние прогулки такие замечательные мы не первый раз с володей гуляем вот так вечером выходим никого же никого не говорим нет так машинки вот подышать свежим воздухом это очень полезно поэтому друзья всем огромное спасибо за просмотр за ваши лайки за ваши комментарии вот и как всегда желаю вам крепкого здоровья хорошее всем самочувствия настроение ну и поскольку вы смотрите это видео утром всем хорошего начала дня все всех обнимаем всем пока пока пока